Главный инженер производственной службы теплосеть Роман Балаян показывает сердце Видновской тепловой станции, котельную. Установленное здесь оборудование известного немецкого производителя работает как часы, правда не тикает, а гудит. Всего на Видновской тепловой станции 4 котла. В настоящий момент тепловая энергия тратится только на подогрев водопроводной воды, которая поступает в квартиры города. Для этого достаточно работы лишь одного котла и только на 50%. Работает котельный, котлок конкретно, котел, это у нас номер 3. Работают 6 горелок, вот видите, 6 горелок. Всего 13 горелок. Для горячего снабжения вполне достаточно работы 6 горелок. Несмотря на то, что все функционирует в автоматическом режиме, за работой оборудования следят опытные операторы. В любой момент они готовы подкорректировать необходимые данные. Все зависит от того, как потребляют люди в городе. Сейчас вот приедут, сработают, и начнется массовый расход воды. Значит, у нас горячая вода, значит, у нас температура падает. Мы должны поддерживать на определенном уровне. Подготовка к отопительному сезону в настоящий момент практически завершена. Промыто, опрессовано и подготовлено к эксплуатации более 200 километров тепловых сетей. Из 22 котельных у нас полностью готовы 21 котельная. И одна котельная в селе Молоково. Там ведутся работы по замене одного котла. Сейчас там готовится к пуску резервной котельной, на этот случай, которая будет работать на солярке. Как только начнется отопительный сезон, на Видновской тепловой станции будет работать три котла. Четвертый, резервный, подключается только в сильные морозы. Все технические параметры постоянно записываются в специальный журнал, который прошит, пронумерован и опечатан. В случае непредвиденной ситуации можно увидеть, что к ней привело. Жизнь, что работает, температура, давление, расход газа, расход воды. Когда трубы в доме остывают, жители, как правило, сразу начинают жаловаться на производственную службу теплосеть. И напрасно. Причин может быть великое множество, а проблемы на Видновской тепловой станции практически исключены. Здесь несколько ступеней защиты от каких-то там аварийных ситуаций, аварийное отключение, автоматическое регулирование. Все это здесь заложено. Администрация Ленинского района выпустила постановление о начале отопительного сезона. В соответствии с ним, до 1 октября должны включить отопление во всех школах, детских садах и больницах. В дома тепло придет по многолетней традиции. При установлении температуры наружного воздуха, есть такое правило, среднесуточная температура наружного воздуха, если снижается меньше чем плюс 8 градусов, то в течение пяти дней, то мы уже обязаны включить отопление во всех жилых домах. Судя по температуре последних дней, ждать этого момента нам осталось недолго. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.